Всем привет, друзья! Такое видео у нас больше обращения к вам, чем какая-то рыбалка или что-то другое из контента на моем канале. В первую очередь отвечаю на вопрос куда я пропал, почему меня так долго не было. Все в курсе, что у нас в Украине уже третий месяц идет война. Поэтому и речи о том, чтобы снимать какой-то контент, ездить куда-то на рыбалку, за грибами, на лыжах, об этом даже и речи нет. Совсем не о том мысли. Не говоря уже о том, чтобы монтировать какие-то видео и выкладывать. Такая, в общем, ситуация. У нас в стране жестокая война. На Украину реально напала Россия, вторглась в нашу свободную, любимую страну, сделала тут такой ужас, что просто жесть. Я живу около границы. Наш город Сумы находится 30 километров от границы с Россией. Поэтому понятно, что буквально уже в первый день в нашем городе было жарко. Слава Господу Богу, наш город не сильно пострадал, относительно не сильно пострадал, если сравнивать с Мариуполем, с Черниговом, с Харьковом, с многими другими населенными пунктами, где просто выжженная земля, люди лишились домов, лишились жизни, потеряли своих близких. В общем, это просто какой-то кошмар, то, что так поступил один урод, который сидит в Кремле. это просто какой-то кошмар. У нас у всех, у украинцев очень сильно поменялось отношение к россиянам. Очень сильно поменялось. Разговоры о том, что мы братские народы, это же и быть не может. Ребят, но как поддерживать это все? Мы знаем прекрасно, как сильно вы поддерживаете своего любимого, горячо любимого президента, который творит такой ужас, который Гитлер не творил во время Второй мировой войны. Я вот вставлю некоторые кадры, это только моего города, сумма, то, что в нашем городе происходило, как его бомбили, как все горело, пылало, полыхало, как мы сидели в коридорах, люди прятались в подвалах, и как мы слышали, как падают бомбы в нашем городе, ну, реально пострадало жестко там вся инфраструктура, разбомбили у нас инфраструктуру города, инфраструктуру, я имею ввиду, котельные, электроподстанции, ну, бомбили для того, чтобы у людей не было воды, света и тому подобное. У нас реально бомбили жилые дома, частные жилые дома, просто стерли с лица земли в нашем городе, какие там военные были, объекты, и все такое, даже речи об этом нет, просто бомбили обычных людей, я уже, это наш город, он, по сравнению с тем, что остальные города в Украине, он не пострадал, и поверьте, я сейчас именно обращаюсь, я знаю, что там 20% меня смотрит Россия, мой канал, ребят, у нас город, который приграничный с Россией, у нас большой процент населения разговаривает, в том числе я на русском языке, нас никогда никто не притеснял русскоговорящий, ну, в любом случае жизнь продолжается, поэтому я появился на своем канале, хвала Господу Богу, что за эти два с половиной месяца я, моя семья, мои близкие, мы не пострадали, практически два месяца меня не было в суммах, после того, как у нас накрыли очень жестко частный сектор, тогда мы эвакуировались, мы были в Полтавской области какое-то время, но после того, как российская армия, как российская армия вышла, как ее выгнали из нашей области, то спустя какое-то время мы вернулись домой, потому что все-таки лучше всего жить у себя дома, хотя каждый день по границе наша область обстреливают, прилетают снаряды, то есть покой никто ее не оставляет, ну а на всей территории страны продолжается война, летят ракеты, бомбят, ну тем не менее, я уже в который раз скажу, что жизнь продолжается, в первую очередь хотел бы спросить, нужно ли делать видео о сплаве по Дисне, вот сейчас это актуально, вы хотите его посмотреть или нет, потому что я видео еще до войны начал монтировать, уже половину фильма нашего сплава по Дисне в августе прошлого года еще сделал, и дальше руки просто опустились его делать, и вопрос, вы хотите увидеть этот контент сейчас, когда война идет, или все-таки подождать, и уже после победы смонтировать, выложить этот фильм, это первое, второе, это то, что, ну несмотря на то, что война, я же уже говорил, я себе несколько раз позволил все-таки на выходные как-то отвлечься душой от этих новостей, от всего, выезжали мы пару раз на рыбалку на выходные, мнения могут разделяться, поэтому я хочу вас услышать, подписчиков, по поводу того, если я там выезжаю на рыбалку, как вы считаете, в первую очередь я обращаюсь к своим соотечественникам, украинцам, целесообразно делать видосы, выкладывать видосы, или сейчас совсем не время, и уже после нашей победы уже тогда будут видео. я вернулся до своих подписчиков, до друзей, за приводу того, я так бачу, много кто перейшел на украинскую мову, и я понимаю, это правильно, потому что у нас есть своя родная мова, которую мы должны разговаривать, на украинскую мову, и Такое достаточно спирное питание, если человеку простее висловить свою думку на русской мове, и эту русскую мову хорошо понимать по всей Украине, в том числе и в Центральной, и в Киеве, и на Захидной Украине, то можно и на русской мове снимать контент. Если большинство подписчиков, кто меня дивится, напишите в коментарях, что Тьомич, переходи на украинскую мову, мы хотим увидеть контент украинской мовы, я там начну какие-то кроки в этом направлении но все таки ридно так склалося, я в Сумах вырез, ридно у меня русская мова, я на ней думаю, свою думку формую, и когда мы едем на рыболовную, то мы едем в первую очередь отдыхать души, и там все эмоции передаешь уже твоей мове, мабуть, на ней мыслишь, и, возможно, мне будет дещо тяжело пройти на украинскую мову, поэтому я сподеваюсь, вы меня зрозумите, если я буду продолжать вести свой блог российский. Ну, чекаю ваши думки, как быть, монтовать эти видосы, или пока что за чекаты, и далее буду уже работать выставкой. Мои подписчики из России, ребят, если вы реально поддерживаете очень своего президента, если вы нас, Украину, ненавидите, хотите, чтобы нас здесь уничтожили, сожили, ребят, до свидания с моего канала, я вас здесь видеть не хочу, и слышать не хочу. Ну, если вы люди адекватные, вы понимаете, что ваш президент урод и все, ну, тогда мы можем с вами разговаривать. Ну, и знайте, все равно добро победит, добро победит, Украина останется Украиной, и Россию с таким президентом ничего хорошего не ждет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok